Здравствуйте! Программа Тетабет снова входит в свой рабочий ритм. Более того, мы решили придать динамизму нашей передаче и включить туда программу Финист для того, чтобы наполнить ее общим содержанием. Поэтому напоминаю тем, кто не сразу смотрел нашу передачу, почему мы начали вот этот цикл бесед с преподавателями нашего университета с разных кафедр. Дело в том, что в прошлом году вышла статья в журнале «Вопросы экономики» трех авторов Фуркада, Ольона и Ольгана, где они подняли вопрос об эгоизме, так сказать, экономистов в том смысле, что они любят цитировать самих себя и привели статистику. Сравнив цитирование авторов в рамках междисциплинарного цикла гуманитарного, они увидели, что экономисты, в отличие от своих коллег по этому междисциплинарному циклу, цитируют себя больше, 80 процентов цитат самих себе принадлежат, а 30 процентов относятся к другим. Философы, политологи, социологи, они более скромные в этом плане и у них примерно 50 на 50. Поэтому мы задались вопросом, может быть, с этим связано то, что многие прогнозы экономистов не всегда попадают в точку. И связано это прежде всего с тем, что они не охватывают весь спектр проблемы, потому что человек многообразен. И вот поэтому мы сегодня пригласили к нам на передачу кандидата философских наук, доцента кафедры общей философии Казанского федерального университета Смирнова Романа Камильевича. Здравствуйте, Роман Камильевич. Здравствуйте. И вот мы с ним, с Роман Камильевичем, решили обсудить два вопроса. Начнем с первого. Отправной точкой будет статья Ореховского, которая вышла буквально недавно, в 2016 году, тоже в журнале «Вопросы экономики», где он дает рецензию на работу известного нашего публициста, ученого, автономого, где тот касается вопросов философии, связанных с экономическими разными проблемами. И поэтому я не буду, как говорится, вольности допускать. Я процитирую первое высказывание, которое приводят в своей монографии автономов, коллективной монографии, и от которой мы будем отталкиваться в первом вопросе. Так вот, Роман Камильевич, там приводится мнение Самуэльса, известного философа, который говорит следующее вещи. Дать определение реальности значит внести вклад в ее реконструкцию. Определение реальности логически предполагает, что она существует, подобно тому, как систематизация опыта означает, что таковой опыт существует. Отсюда вопрос. Если мы можем дать определение реальности, неужели этого достаточно для того, чтобы мы считали эту реальность объективной? Пожалуйста, Роман Камильевич, что вы скажете об этом? Вопрос, конечно, интересный, достаточно сложный. Наверное, нужно поставить вопрос о том, что такое реальность. И пытаясь ответить на этот вопрос, давайте обратимся к истории философской мысли. Вообще, в истории философской мысли можно выделить, наверное, таких три крупных периода. И причем последний период мы являемся его очевидцами, и он только-только набирает свой разбег. То есть мы еще не можем видеть его завершение. Мы просто как раз вот современники последнего из этапов. Итак, первый этап можно обозначить, знаете, так условно, эпохой чтоканье. Когда фактически этот период охватывает огромный хронологический этап, где-то с древнего мира вплоть до нового времени, скажем так. И вот в этот период, особенно здесь можно отнести, наверное, западноевропейской традиции, средневековую философскую мысль, во многом основанную на Аристотеле, Платонизме. Когда главным вопросом был вопрос, что? Что есть реальность? То есть, что есть сущность вещи? Что? Причем людей интересовала не сама вещь, а нечто абстрактное. И в конечном итоге подобный подход был подвергнут критике, потому что людей ведь, ну, вот если сказать вот так просто, то людей ведь интересовало, например, не сотовый телефон, а сущность сотового телефона, который невозможно потрогать, ощутить, прочувствовать как-то. Это что-то очень абстрактное, далекое. В связи с этим новое время можно обозначить как эпоху каканье. Как бы ни звучало это смешно. Когда на первый план выходил вопрос, не что есть вещь, а какова эта вещь. То есть, через взаимодействие с этой вещью, через обращение к конкретным свойствам, особенностям, реалиям этой вещи, человек взаимодействовал с объектом и пытался понять, что же он собой представляет. Но чем же завершилась эта интереснейшая эпоха? Ведь смотрите, новое время – это период веры в безграничные возможности человеческого разума. И, кстати, по сей день эта вера до конца не иссякла. Но что породила собой эта вера? В общем-то, можно сказать, что и об этом и говорит, например, Дугин, небезвестный философ, что фактически можно выделить три таких крупных проекта. Это буржуазно-капиталистический проект, социалистический, фашистский проект. Это были попытки устройства лучшего из миров. И они завершились все провалом. Причем, если первых два проекта, ну, первый фашистский сошел, второй социалистической с дистанции, то последний капиталистический проект сегодня трещит по всем швам. И сегодня достаточно много говорят в печати, в том числе и зарубежной печати, о том, что действительно сегодня капитализм и капиталистическое осознание переживают серьезный кризис. И критика достаточно богата капитализм. В связи с этим, вот сегодняшний этап можно обозначить как снятие вот этих двух этапов «что», «как» и вот возвращение как бы по гегеревской схеме к проблеме «что как». То есть к проблеме того, а что же есть та реальность, в которую мы считали очевидной, ясной и понятной. Вот попытка осмысления этой реальности, попытка поиска языка, который пытается понять, что же описать, схватить эту реальность, пытка понять, выявить основы этой реальности, почему мы так мыслим, почему мы так воспринимаем мир, чем обусловлена логика нашего поведения. Вот эти вопросы, я думаю, сегодня так или иначе пронизывают самые различные направления, начиная от философии, психологии, в том числе, я думаю, что так или иначе они вторгаются в область экономики. Например, сегодня можно назвать такое интересное направление, как институциональная экономическая социология, работы Рональда Коуза, Дугласа Норта, в которых, опять-таки, так или иначе поднимается тема осмысления основ, определяющих логику человеческого поведения. Так, например, Дуглас Норт уже сегодня откровенно говорит, что человек не может... Понять? Человек не может не то что... Сформулировать? Скажем так, что нельзя перенести... То есть, вот есть некие последовательности в логике человеческого поведения, и вот эти последовательности, они даже не транслируются. То есть, нужно понимать институциональную логику, чтобы попытаться понять, почему одни страны развиваются с одной скоростью, развиваются успешно и поэтапно, а другие всегда запаздывают. То есть, смотрите, что подтолкнуло Дугласа Норта к исследованиям. Он обратился... Он взял неолиберальную концепцию и увидел интересную вещь, что есть... Что неолибералы, в принципе, ведь в сущности говорят о том, что в идеале, если будут транслироваться неолиберальные традиции, ценности, то на определенном этапе страны придут к конвергенции. То есть, мы все будем развиваться приблизительно плюс-минус в одном темпе, в одном ритме, идти куда-то там вперед. Ну вот, еще в свое время Медисон, когда свел в таблице статистические данные, увидел, что да, развитие есть. Вот об этом очень хорошо говорит на своих лекциях Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ. Но развитие это есть. Но страны развиваются, идут по разным... Но это развитие у различных групп стран имеет разный вектор. То есть, есть страны, которые развиваются со второй космической скоростью. То есть, это страны, которые развиваются вне зависимости от уровня объема ВВП, но они развиваются достаточно стабильно, успешно. А вторые всегда запаздывают. Почему? Оказывается, потому что существуют разные институты. И эти институты оказывают логику... То есть, оказывают воздействие, влияние на логику развития общества. То есть, они определяют наше мышление, наши стратегии поведенческие. И что самое интересное, что нельзя эти институты изменить в одночасье. Но мне думается, что институциональная социология, вот этот институциональный подход, можно углубить. Дело в том, что институт это то, что лежит на поверхности, то, что фиксируется, и то, что можно использовать в практическом ключе, что характерно для американской философской социальной мысли. Но мне кажется, что можно видеть за институтами нечто большее. А именно видеть некие... Хотите, можно их назвать дискурсами, можно назвать некими интеллектуальными матрицами, культурными матрицами, которые определяют логику человеческого поведения. Хорошо. Вот как раз вы подтолкнули меня к дополнительному вопросу, который я хотел вам задать. Если мы говорим, что институты, допустим, институты, если мы берем институциональную теорию, допустим, институты имеют какое-то определение. Допустим, как вы говорите, Норд или Коуз дали какую-то там констатацию. Насколько эта констатация, насколько это определение соответствует тому, что есть? Может быть, как раз это связано с тем, что недостаточно констатации. Может быть, поэтому одни страны идут с большой скоростью, другие с меньшей, потому что констатации одно недостаточно. Одни понимают институты по-своему или какую-то другую категорию, другие по-своему. Отсюда вопрос вот дополнительный такой. Может, мы снова возвращаемся к тому, в общем-то, уже хрестоматийному спору Ленина с Махом о том, что есть империо, критицизм как явление, или же нет его, просто потому что нет опыта как источника разумного поступления человека. Вот что вы на этот счет скажете? Достаточно или недостаточно просто обосновать какую-то гипотезу? Я думаю, что здесь мы опять-таки попадаем в определенные шоры картезианского субъекта. Или... Утащите, пожалуйста, что значит картезианский субъект? Целостного субъекта. То есть мы попадаем в шоры... Даже не картезианского субъекта, извините. Мы попадаем в шоры наследия модерна. Ведь для модерна я не была по большому счету-то проблемой. Вот в чем интересно. Эго в смысле? Конечно. Эго было неким целостным. То есть модерн унаследовал от средневековья некий целостный образ я. И была попытка просто через опыт, через определенное взаимодействие с миром понять, что же такое этот мир. Так вот, сегодня конец 19-го, 20-й век показали, что мы можем констатировать, что на протяжении времени с конца 19-го по 20-й век происходил планомерный отказ от целостного видения этого я. Проблематизация я, выявление в нем самых различных уровней, постов, которые требуют существенного пересмотра нашего понимания того, что мы будем именовать действительностью. Во-первых, вот знаете, Рональд Коус, опять-таки обратимся ко мне на англо-американская традиция, англо-саксонская традиция. Он ведь, есть знаменитая теорема Коуза, и она близка экономистам. Опять-таки о ней прекрасно говорит Александр Аузан, я лишь здесь его фактически пересказываю. Он на своих лекциях. Так вот, Рональд Коус, он говорит ведь какую интересную вещь. Он говорит, во-первых, о том, что люди, и об этом еще Дуглас Норд тоже говорит, люди, точнее говоря, даже не Коус, а Норд говорит об этом, что люди не обладают, не равны Богу по уровню знаний. То есть, наши знания о мире всегда неполны. Это во-первых. И неполны не только, вот я дополняю Норта, можно сказать, она неполны не только потому, что мы не обладаем всей полнотой информации об окружающих нас действительности, но еще и потому, что мы определенным образом эту информацию в своем сознании систематизируем. И вот изменить вот эти способы нашего сознания, которые систематизируют информацию, достаточно сложно. Отсюда, кстати, Рональд Коус ввел понятие торможения, силы трения в экономике. То есть, когда мы... То есть, скорее всего, дихотомию, то есть, раз был уровень развития. Нет, именно силу трения, торможения в экономике. То есть, смотрите, человек разработал какую-то очевидную концепцию, теорию. Давайте что-то мы поменяем, и все будет хорошо. Вот на бумаге эта теория выглядит идеально. Но когда он пытается эту же теорию применить к практике обыденной жизни, он сталкивается с сопротивлением, потому что эта теория, ну, она вступает в противоречие существующими традиционными, культурными, ценностными взглядами, подходами, глубже копнем, способами организации информации, которой привыкли жить и действовать люди. Поэтому мне думается, что, отвечая на ваш вопрос, как я понял, он связан, почему существует вот разница в развитии между разными странами. Дело здесь состоит в том, что нужно глубже понимать те матрицы, те способы нашего, те матрицы, те дискурсивные практики, посредством которых организуется информация об окружающем нас мире. Ведь дело в том, что существует разница между представлением о мире и самим миром. Так вот, очень важно понять, как складывается наше представление о мире, почему оно складывается определенным образом. Потому что в контексте существующих неосознанных способов организации информации, мы можем с вами говорить об истинности, мы можем с вами изучать проблему истины и так далее и тому подобное, говорить о гоносеологии, эпистемологии, их проблемах и так далее. Но, как мне думается, в каждом таком, что есть разные, вот в контексте разных способов восприятия действительности, в контексте разных способов восприятия действительности, будут разные понимания истинности. Поэтому важно, наверное, сегодня задаваться, именно обращаться к этому антологическому проекту. Что, как? Да, который, кстати, пронизит весь постмодерн. Ведь смотрите, постмодерн очень часто, даже Дугин говорит, что это возвращение к ничто, что это некая попытка игры, смыслами, символами, деконструкциями и так далее. Но, господа, я думаю, это далеко не так. Дело в том, что постмодерн – это попытка поставить новую антологическую проблему. Проблему того, что же есть наша реальность и почему мы ее видим именно такой, какой мы ее видим. То есть вот оснований того, почему мы действуем в рамках как. Основания действий в рамках как. Вот призыв к постмодерну. И, конечно, в контексте этого призыва мы пересматриваем существующие стандартные подходы к пониманию действительности. Но это неотъемлемая составляющая поиска совершенно нового способа, новых подходов к пониманию того. Ну, вы ответили просто практически уже на второй мой вопрос. Я поэтому его сразу же вам задам. Процитирую только я автономого, автора вот этой коллективной монографии, где он в продолжении Самуэльса по этой как раз проблематике говорит следующее. Гуманитарные и общественные, прежде всего экономические истины, по существу представляют собой не только эпистомологические, как вы говорите, или, как раньше говорили, гносерологические, то есть познавательные, но и социологические явления, связанные с дискурсом. Под дискурсом понимается множество истин. Как система убеждений и способы самого дискурса. Поэтому вот в продолжении того, что вы сказали, получается так, что мало иметь матрицу, мало иметь определения, какое-то категориальное, какого-то явления, нужно еще и найти место ему в практической жизни. Я так понимаю? Можно сказать так, что категориальные определения, они возникают в контексте определенной матрицы. Давайте ее назовем для простоты, и чтобы нас не побили, может быть, специалисты в этих областях, ну, назовем, пусть назовем их дискурсом. Пусть будет так. Так вот, важно выделить основания этих, основания этого дискурса. Вот что важно. Потому что, пытаясь угубить наше представление об этих основаниях, позволит нам постоянно изменять свое представление о действительности. И в соответствии с этими изменениями, возможно, иначе подходить к лоике практического преображения действительности. Дело ведь в том, что постмодерн не отказывается от практического преображения действительности. То есть, от опыта он не отсказывается? Ну, конечно, мы все вынуждены решать практические проблемы. Вопрос, я думаю, что здесь просто существует такой призыв предварить всякое действие рефлексии, позволяющей, ну, может быть, несколько иначе подойти к роли, значению этих действий. Понять логику, то есть, понять, скажем так, понять фундамент того, что лежит в основе логики наших действий. Понимаете? То есть, чем глубже мы понимаем, чем обусловлены наши действия, тем более четким результатом мы можем с вами прийти. Ну, вот я вам только приведу один пример из книги Валентина Катасонова. Вот Валентин Катасонов выпустил в 2013 году книгу «Капитализм», если мне память не изменяет, где он рассматривает историю буржуазного сознания и, в частности, обрушивается на Маркса, с критикой на Маркса. Но оставим полемику о Марксе специалистам, я приведу просто пример. Он говорит о том, что Маркс призывал пролетариат к свержению буржуазного строя. При этом, как считает Катасонов, он выполнял, Маркс выполнял заказ еврейской банкократии, которая получала лишь дивиденды от того, что пролетарии, видя своими главными врагами, не ростовщиков, а предпринимателей, людей дела, фактически своими действиями разоряли этих людей. И они вынуждены, чтобы связать концы с концами, вынуждены были влезать в еще большие долги. И вот действительно, если мы сейчас абстрагируемся от того, что там говорил Маркс, и что там говорил, и так ли это было на самом деле, мы можем увидеть на этом примере, что попытка выявить основание нашего понимания действительности, а кто наш враг, почему он наш враг, и почему мы так мыслим, или что нам сейчас делать, и чем обусловлена наша логика мышления, мы можем прийти к более продуманным, более предсказуемым результатам. Или попытаться понять вообще, почему, например, какие-то заимствования, вот опять-таки, если обратиться к конституциональной социологии, не идут, не получают у нас развития. Почему они не получают? Что мешает, например, нам перенять опыт, допустим, передовых западноевропейских стран? Ну, отсюда тогда завершающий у меня уточняющий вопрос, чтобы, как говорится, не расплываться мыслью по древу, я хочу уточнить. Я предполагал поставить вопрос так. Сегодня, как вы говорите, в постмодерне, на третьем этапе развития что-как, в постановке вопроса, вот нынешняя ситуация в России, с учетом того, кстати, что вы и сказали по поводу книги Катасонова и его критики Маркса в плане направления действия рабочего класса, либерализм или консерваторы берут верх на основе вот этих всех кризисных моментов, в последней, как вы говорите, системной постановке вопроса, которая продолжается еще с нового времени, буржуазной. То есть вы говорили, что фашистский не удался, социалистический не удался, буржуазный капиталистический сохранился, но он постоянно в кризисе. И вот что это такое кризис? Это кризис либерализма или, наоборот, новое наступление его на позиции консерваторов, которые воспользовались вот этими кризисными моментами. Отсюда вот и вопрос связан с формулой самого автономного, который говорит, что главное не дискурс, а главное способ самого дискурса. То есть как мы понимаем вот эти множество истин? Вот конкретный пример. Пришел господин Кудрин снова к управлению экономикой. Не прямо, а косвенно. Что это такое? Как можно расценить? Это попытка снова влить в старые либеральные меха новый жар? Или же это отказ Кудрина от прежних своих позиций и переход в стан консерваторов? Как вы считаете? Ну, это вопрос уже, наверное, не к философам, к политикам, к политологам. Ну, с точки зрения философии, вот того, что вы говорили. Дело в том, что все-таки философия – это ведь мета-теория, она далека несколько от непосредственных реалий жизни. Ну, вот вы лично, как понимаете, вот этот приход Кудрина во власть? Пусть не прямо, но косвенно. Дело в том, что, видите ли, наверное, нужно исходить... Я бы сказал... Вы знаете, я воздержусь от ответа на этот вопрос, потому что он достаточно сложный. Это отдельная тема разговора, по большому счету, роли значения Кудрина в современной политической... Речь не о Кудрине, а о либералах и консерваторах. На примере вот как раз возвращения. Дело в том, что сам вопрос о соотношении либерализма и консерватизма, он достаточно сложен, потому что что такое консерватизм, что такое либерализм в России. И я думаю, что чтобы говорить о либерализме или консерватизме, нам нужно опять-таки понять основания этих дискурсивных практик. И уже исходя из понимания этих оснований, что-то пытаться строить и созидать. Дело в том, что ведь, смотрите, главная экономическая проблема России состояла в том, что нам в основном все теории поставлялись, как известно, из-за рубежа. А мы как левша, их подковывали. И подковывали иной раз весьма умело. Но вот сегодня мы видим, что и в западном мире существует проблема. И в России, в связи с этим, и в России тоже нет какой-то сложившейся концепции, понимания того, куда мы идем, что мы делаем, что мы строим. И я думаю, что очень важно понимать основания самого экономического сознания и разнообразие его дискурсивных проявлений. И вот, понимая эти основания, мы можем сформулировать, в том числе, ответ, думается, и на ваш вопрос. Я думаю, что это, что, вот если сказать кратко, так, потому что, если говорить более конкретно, то тогда мы, наверное, должны обратиться с вами к переосмыслению истории государства российского. Но это уже, еще раз говорю, это отдельная тема. Отдельная тема, да. Ну что ж, Роман Камильевич, спасибо вам за беседу. Насколько я понял, мы как-то вроде с вами определились, но все-таки последний вопрос остался не совсем до конца отвеченным. И тогда я попрошу вас в заключение просто сказать, я прав или не прав? Вот с моей точки зрения, приход Кудрина означает не отступление либералов и не победу консерваторов, а как раз то, что вы говорили, что общество начинает понимать, что главное не сам дискурс, не множество истин, а то, как все понимают эти истины и как они в итоге практически приходят друг к другу. Я правильно понимаю? Я бы так бы не сказал. Я бы сказал, что приход Кудрина во власть это вопрос политологический. И его нужно рассматривать в контексте политологии и конкретных аппаратно-экономических, политических игр. Об этом, кстати, наверное, проще послушать на этот счет. Очень много разных сегодня существует комментаторов от экономики, например, Делягин, Демура, ну и тот же Катасонов, ну и другие господа. Это более, это так знаете, это практичный вопрос. Опять-таки, для экономиста это вот, опять-таки, что конкретно надо делать, да, вот, опять-таки, как, как достичь цели, как достичь результата, ну вот, как. А если обратиться к философии, то важно, наверное, что может здесь. Философия ведь, она дает ответ на вопрос, как всегда из понимания, ответ на вопрос, как всегда можно дать из понимания того, что собой представляет наше с вами мышление. Вот и скажите, что из себя представляет приход Кудрина во власть? С точки зрения философии, что оставляет? Ничего, потому что тут... Спасибо, спасибо, спасибо. То есть, вы практически подвели черту под наш дискурс, так называемый, что пока мы еще не определились со своей идеей. Да. То есть, приход Кудрина означает то, что мы идем только к ней. Да, мы, я бы даже более сказал, мы с вами сейчас шарахаемся. У нас нет идеи. Если говорить об экономике России, с моей точки зрения, у нас нет идеи. Дело в том, что Кудрин ведь тоже не строил никогда неолиберализм в России. Неолиберализм в России, он строится специфически, с учетом тех институциональных, формальных и неформальных правил, которые определяют логику нашего поведения. И вот очень важно понять эти правила, понять те матрицы, которые определяют то, почему мы определенным образом воспринимаем информацию. И вот, исходя уже из этого, попытаться выстроить те или иные конкретные модели достижения. А это всего лишь шарахание в разные стороны, попытки тушить, как мне думается, какие-то... Очаги. Очаги, проблемы, да. Спасибо. Спасибо. Не будем мрачно дальше заканчивать. Спасибо вам за беседу. Я надеюсь, что мы наконец-то в дискурсе найдем положительное звено. Спасибо вам большое, Роман Камильевич. Спасибо. Спасибо вам. Итак, мы переходим ко второй части нашей программы, которая теперь объединилась с Элсой. Теперь у нас вместе выступают эксперты Элсы и Финиста в одном лице. Поэтому я передаю слово нашим экспертам. Добрый день. В сегодняшнем выпуске хотелось бы прослужить на тему, как будет развиваться ситуация на рынках в условиях текущих политических и экономических событий, а также определить степень возможного воздействия на рынке ключевых факторов неопределенности. На сегодняшний день это среди мировых возможный выход из Евросоюза в Великобританию, выборы в США, а также решение поставки Федерального комитета по открытым рынкам ФРС. Если мы говорим о России, то это определение вектора развития денежно-кредитной политики, который будет решать Центральный банк на этой неделе. Итак, обо всем по порядку. Как вели себя рынки в течение первых пяти месяцев 2016 года? Если их характеризовать по абсолютному показателю, то можно сказать вполне неплохо. Сырьевой рынок, представленный нефтью, находится на уровне 50 долларов за баррель уже достаточно долгое время, что вполне приемлемо не только для России, но и для других участников данного рынка. Валютные составляющие доллар 64, евро 73 рубля. Индексы рынков ММВБ 1950 пунктов, РТС 950. Что ж, если мы нам о таких цифрах говорили в конце 2015 года, то я думаю, инвесторы были бы вполне удовлетворены, потому что в относительных показателях рост составил более 11% по рублевому индексу, более 25% по доллару. Поэтому нефть выросла с начала года на 37,8%, а рубль укрепился к доллару на 12%. Также коротко хотелось бы сказать о санкционной составляющей российского фондового рынка. Санкции в отношении России, о негативном влиянии которых так много говорилось, в последнее время рынком больше не учитываются. К такому выводу можно прийти, если посмотреть на показатели. Российский фондовый рынок с марта 2014 года вырос более чем на 48%, а доходности по облигациям федерального займа снизились с кризисных 15-17% до вполне нормальных 8%. То есть до санкционного уровня. Иным словом, можно констатировать тот факт, что в данный момент политические риски участники рыночных отношений в России не учитывают. Однако говоря о росте фондовых и сырьевых активов, не стоит забывать тот мрачный с точки зрения инвесторов период конца января, начало февраля 2016 года, когда мы видели многолетний минимум по сырьевым рынкам, максимум по паре доллар-рубль, падение в фондовых рынках, да и вообще шторм не только на российской, но и на всех ключевых мировых финансовых площадках. Что ж, если мы и такое пережили, то ближайшее будущее, характеризуемо еще больше неопределенностью, уже видится не совсем благоприятным. Хотя об этом можно говорить, если только реализуется сценарий так называемого идеального шторма для финансовых рынков, который состоит в том, что 23 июня жители Туманова Альбион голосуют за выход из состава Европейского союза Великобритании. Федеральный резерв повышает ставки в течение года более трех раз, а президентом Соединенных Штатов Америки становится эксцентричный Дональд Трамп. Вы можете себе такое представить? Я с трудом. Да и аналитики говорят о том, что это маловероятное событие, но все-таки стоит отметить тот факт, что об этом говорят достаточно много и на разных уровнях. Если говорить о других событиях, несущих себе какую-либо долю неопределенности, то отметим о тот список черных и белых лебедей, который представил нам недавно инвестиционный банк Сосити-Женераль. К негативным событиям он относит ощутимое замедление мирового роста, жесткую просадку в Китае, а также двойной удар неуверенности в Европейском союзе. К позитивным же рост инвестиций в Японию и Еврозоне, рост финансового стимулирования и быстрая реформа. Отдельно хотелось бы отметить ситуацию на нефтяном рынке. Начнем с того, что нефтяной рынок больше не контролируется монопольной силой ОПЕК. Появились новые источники поставок, наблюдается прогресс в энергетических технологиях, вводятся экологические ограничения, поэтому рынок нефти сейчас функционирует в режиме конкурентного ценообразования, как и любые другие виды сырьевых товарных рынков. Так было на протяжении двух десятилетий, с 1985 по 2004 годы, и такую картину мы начинаем наблюдать сейчас, начиная с 2015 года. Если этот режим конкурентного ценообразования сохранится, цена на нефть больше не будет определяться желаниями ключевых игроков на нефтяном рынке. России и Саудовской Аравии, которые желают уровень нефтяных цен на уровне 70-80 долларов за баррель для балансировки своих бюджетов. Но эти потребности нефтяных производителей в определенной цене не означают то, что они смогут ее получить. Кроме того, тот факт, что многие обремененные долгами производители сланцевой нефти обанкротятся, в случае, если цена на нефть останется ниже 50 долларов, не является причиной ждать отскока нефтяных цен. Эти компании просто потеряют свои нефтяные активы, их получат банки и конкуренты, находящиеся в лучшем финансовом положении. Теперь, когда все основные производители нефти недвумысленно стремятся к максимальному увеличению добычи, не обращая внимания на то, как это скажется на ценах, нефть будет и дальше торговаться, как любое другое сырье, с переизбытком предложения на конкурентном рынке. Ценообразование будет проходить так, как описано в любом стандартном экономическом учебнике. Ее будут определять затраты последнего поставщика, чья продукция потребуется для удовлетворения глобального спроса. Именно к таким выводам приходит экономист Анатолий Калецкий в своей статье о пределах нефтяного отскока на портале MarketWatch. На этом все. До свидания. Здравствуйте. Меня зовут Духаков Фанель. Мой интерес представляет компания PowerRost Нефть. По данным графика видно, что индекс деловой стабильности компании PowerRost Нефть адаптивно стабилен. Также есть незначительные скольки, которые связаны с появлением ажиотажного спроса в связи с повышением цены на акции. Мои рекомендации – смело покупайте акции PowerRost Нефть, так как наблюдается дальнейшее их повышение цен.